И я забываю слова. Ну, то есть, вот всё, меня просто выбивает в какой-то момент, и я чую крики. Думаю, что случилось? Я разворачиваюсь, и прямо практически возле меня корабль. Без комиссии можно пересылать деньги. Обещаем экстра при покупке 20% скидки. Ждём. И вот прямо за этими жабками вы поворачиваете. Всем привет, меня зовут Юлия, я живу в Анталии. 12 июля в Сиде, в православном храме апостола Павла, будет проводиться престольный праздник. Кто хочет присоединиться к поездке с нашими прихожанами, пожалуйста, записывайтесь. В описании под этим видео будет WhatsApp, вы можете позвонить Миле и записаться на эту поездку. Автобус с разных концов города Анталии будет выезжать в 6.30 утра. Проект этого храма был разработан монахом Сафона, отцом Теологосом. И расписывали его тоже монахи Сафона. Очень благодатная церковь. Все храмы хорошие, все. Но у каждого что-то есть своё, индивидуальное. И я думаю, вам понравится. Все будут батюшки нашего прихода. В Салании приедут, в Санталии. Возможно, ещё из Афона. Я не знаю, честно, кто точно будет, но то, что все будут именно с нашей патриархии, это точная. Паломническая поездка, она всегда приносит в нашу жизнь позитив. Потому что по-другому нельзя. Бог — это всё. Бог нас любит, Бог нам помогает. И мы, в свою очередь, благодатное дело делаем, когда Ему молимся и Его благодарим. И чем больше людей приходит на общую службу, тем сильнее молитва доходит к Богу. Служба в храме преподобного Олимпия Столпника 12 июля тоже будет проводиться. Потому что не все люди могут поехать в поездку, поэтому, пожалуйста, приходите в храм. В 9 часов начинается литургия. Сейчас жду Олю, пойдём вместе на море. И решила зайти к Розилю, поздороваться. А то он говорит, Юля, ты проходишь и не заходишь. Такая красота. Это бриллианты и золото 18 карат. Я говорю, так мне сказали, что в Турции только 18 карат красное золото. Говорит, есть сколько оттенков? 24 оттенка золота есть. Так что то, что вам врут, что только красное, это всё неправда. Вот такая красота. Это всё золото и вот такие мелкие бриллиантики. Сюда можно поставить портрет или иконку. И вот так закрывается. И такие. То есть много новинок пришло. Тысячу долларов такой крестик с бриллиантами. И белое золото. Какое пробуем? 750. Это колечко. Ага. И такая красота. Это тоже бриллианты. Бриллианты. 750. 750. Проба золота. Золото. Это вот сейчас только пришло. Новая коллекция. Вот их контакты. Можете связываться по WhatsApp или по Instagram. И Равиль сказал, если вы придёте и скажете Juliana Home, значит будет скидка 20%. 20%. Я Равиль Эмир. Я хозяин ювелирного магазина. Кто будет от Juliana Home, обещаем экстра при покупке 20% скидки. Ждём. Спасибо. Хорошего вам сезона. Спасибо. И много-много клиентов. Спасибо. Будем рады видеть. Ждём. Перекрёсток, где развилка двух трамвая. Как раз едет трамвай. И вот вы немножко проходите. И Элида Голд. А мы сейчас с Олей идём на море. Это что за красота такая? Ещё раз напоминаю, это как раз директор Золотой Короны. Без комиссии можно пересылать деньги. Оля купила себе клубнику и персик, а мне хурму. Хурма очень вкусная. Я вообще люблю, конечно, шоколадное брать. Из клубника это супер, но пока что нельзя, поэтому... Хурма тоже очень вкусная. Учитывая то, что я всю жизнь её не ела, я думала, что она невкусная. А сейчас я не мог успокоиться. Мне такая вкусная. Собачка поддерживает музыканта. Мой шампунь сейчас 137 лир. 50 копеек. Короче, надо переходить на какое-то другое. У меня, потому что заканчивается, я тогда очень много его набрала по скидкам. Мы сейчас зашли в Гратис. Вот такая расческа мне нужна. Здесь она 42,50. Сейчас ещё в косметике посмотрим. Она прям жёсткая. Ну, чтобы держать, сушить кудри. Кудри. В косметике мой шампунь вообще 172,50. Здесь вообще какие-то голимые за 54, за 63 вообще что-то. Ну вот гарнир мужской 69,50. А в Гратисе 70. Ну, то есть, прям выигрыш 50 копеек. Здесь Ниве 74,75. Женские тоже на 50 копеек только. Это начало парка Королюлу. И очень было удобно, когда здесь были банкоматы. Сейчас их перенесли в самый низ к жабкам. Я покажу, где, возможно, вам нужно будет. Салман-кафе. Очень старое. Очень вкусное кафе. Какой-то интересный клён. Листья клёна. А вот это не клёна. Кто знает, что это за дерево. Вот всем известные жабки. Можно возле них фотографироваться. Очень интересные фотографии получаются. Прямо за этими жабками вы поворачиваете. Ну, мы поворачиваем, чтобы идти на море плавать. Но вы поворачиваете, чтобы дойти до банкомата. Мы только что с Олей вышли с моря. Две русалочки. Две звезды. Сейчас объясню, почему мы две звезды морские. Да. Мы плыли. Где-то минут 50 плавали. И я себе, ну, знаете, такая на своей волне, на морской. Читаю молитву, пою вернее. И я забываю слова. Ну, то есть, вот всё у меня просто выбивает в какой-то момент. И я чую крики. Думаю, что случилось? Я разворачиваюсь. И прямо практически возле меня корабль. Я не увидела корабля. И люди начали с корабля кричать мне, чтобы я посмотрела. Потому что я плыла наперекосяк кораблю. Понимаете, если бы я вдоль плыла, я давай быстро отплывать. Ну, капитан молодец, он тоже свернул. Ну, мы так, если дурочка, я с шины туда поплываю, я лучше сверну. Но это Оля уже мне потом сказала, что он свернул. То есть, у меня сегодня один раз я под трамвай чуть не полетела. Так спешила. И на меня в последний момент удержала. И сегодня корабль. А оказывается, у Оли сегодня ещё веселее было. Она села на автобус. Автобус сломался? Нет. Он сбил кого-то. Сбил машину. Сбил машину. Сбил машину. А потом она села на трамвай, и трамвай сломался. И мы плывём, она говорит, ты знаешь, наверное, как-то звёзды сегодня не так стали, да? Или что там? Не так стали. Я говорю, конечно, две звезды морские вот тут сейчас плывут, и точно не так что-то встали. Потому что сегодня что у неё, понимаете, что у меня. И я вам говорю, молитесь утром, вечером. Обязательно всегда благодарите Бога за Его помощь, за Его любовь к нам. И всё будет у вас хорошо. Спасибо Боженьку. Это ужин в ромаде. И вот мы говорим, просто лампочка, да? И что-то такое непонятное, что какое-то ведро. Но оно настолько классно смотрится, вот вместе с зеленью, прям, ну, красиво. А вот так красиво светится в парке Королёлу. И немного людей, кстати. Но фонари часто стоят, да? Нормально. Мы всегда ходим утром с вами и никогда этого не видим. И тут светится. Вот это работает от солнечных батарей. Можно заряжать тут телефоны. Ну, или что вам надо. Фонтан работает, всё на месте. И там гуляние. Но мы сокращаем, идём через старый город. Где фонарички. И вот здесь, снизу так идёт подсветочка. Людей, конечно, много, как всегда, вечером. Красиво подсвечивается храм. Самая популярная улица в старом городе. Скажите, Юля, это всюду так нет. Вот здесь самая большая толпа. Потом уже оно расходится, как-то расплывается, растекается по разным улочкам, разным кафешкам. А там наибольше людей. Вот это не ведитесь. Будете доставать желание, потом заплатите много денег. Детки издалека смотрят мечеть. А не продают. Красиво. Красиво. Обязательно вечером пойдите. При том, что нету этой жары. Всё так светится. Ярко. Красочно. Ну и здесь тоже столпотворение, потому что расходятся разные, вернее, сходятся все улочки. Вот этот перекрёсток. Арена работает. Пирсинг делают. Это что-то новое. Тату. Вот три девчата. Всё. Здесь уже никого нет. Ну то есть это просто потому, что это заход в каличи, поэтому толпа такая идёт. И потом рассаживаются. Здесь классные музыканты были. Сейчас нет, к сожалению. Здесь кафешки тоже немножко заполнены. Вот в этом баре иногда утром, когда я шла в 6 утра, ещё были люди. Именно здесь только. Больше нигде. Вот Оля спрашивала, где ещё могут быть такие тарелки, которые мы видели в Агоре. И кувшины, да. Вот только в этом магазине ещё похожие видела. Большой выбор. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши лайки, подписку, комментарии. Желаю всем мира в душе, любви, благодати, мудрости и исполнения самых добрых, самых заветных ваших желаний. Целую. Так, возьмём к тебе. Аслана, что ты хочешь писать, сына? Что, хлопчик, будет писать? Что ты хочешь писать? На, пиши, пиши. Давай, тебе чисто... Листочок тебе чистый вид, да? Это не чисто. Давай, тебе чистый вид. Пиши, что ты хочешь писать, она. По семейных тени. Пиши, что ты хочешь. Всё, ничего не хочешь. Можно я попишу? Ты будешь писать? Что ты будешь писать, сын? Что ты будешь писать, камаха? Что ты будешь писать, тей капуста мала? Ты мамина. Ты будешь писать, 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 ты будешь писать